Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана и у нас с вами сегодня новый Мукбанг. У нас сегодня с вами будет необычное видео, потому что, так сказать, это будет в формате виртуального чаепития. Я буду пить чай, сидя в Казахстане, в городе Семей, а мои собеседники, мои коллеги, одна из моих любимейших блогерских семей, это Марта и Тимур, огромный вам пламенный привет из Семипалатинска, из Семска. Кто не в курсе, Марта и Тимур живут в Узбекистане, очень популярные блогеры. И решили, мы с вами пообщались, пообщались с Мартой и решили попить чаю. У них тоже тортик, кстати, их поздравляю с 15 тысячами подписчиков, это очень классно. Ну, думаю, Марту вы многие знаете, Марта у нас одна из легенд вообще по поеданию десертов, глины. У нее очень такой многочисленный канал, основной, да. И вот у них есть еще второй канал Family Riva, тоже очень классный, тоже быстро-быстро развивается. Вот, и мы решили друг другу задать вопросы, задать вопросы. Я выписал их вопросы, потому что у меня я же снимаю на телефон, второго нет. В общем, я выписал на бумажку вопросы, и я в свою очередь тоже задал вопрос Марте и Тимуру, да. Ну, давайте начнем. Так, у меня чай без, просто чай черный, без молока, без сахара. Ой, сегодня капец, какой сумасшедший день. Сейчас я, давайте, начну есть и это, и пообщаемся с вами. Короче, торт у меня дамские пальчики. Один из моих любимейших тортов, хотя он сам по себе, ну, такой, дешевый торт. У меня какие торты есть любимые? У меня Прага любимый торт. Молочная девочка и вот дамские пальчики. Праги в этом супермаркете не было. Вкусно. Молочная девочка была, но я уже ее ел, соответственно. Вкусно. Ну что? Я оставлю ссылку на канал Марта, Марты и Тимура. Вы обязательно переходите, подписывайтесь. Ну, думаю, вообще Марта, да, не нуждается в представлении. Одна из самых популярных блогеров по поеданию десертов и глины, да. А вот второй канал у них, соответственно, так и называется, Family Riva. Он более такой, знаете, мукбанги, такие традиционные, с обычной едой, да. Будут показывать они места, где будут посещать Узбекистан. Вообще очень красивая страна. Очень, знаете, рай для туристов, скажем так. Рай для гурманов. Поэтому мы, ну, как давно, где-то, наверное, месяца два общаемся уже переписками, да. Очень приятно, очень простые люди. Вы знаете, вообще мне нравятся люди простые. В каком смысле простые? Они, они просто общаются без пафоса, без какого-то гонора, без короны, скажем так, да. Она не будет говорить, что у нее там много просмотров и много. Просто она хороший очень человек. Тимур тоже. Ну, честно говоря, я больше, конечно, с Мартой общаюсь, потому что я увидел ее канал по поеданию глины. Влог Марта Рива называется. Она на этом канале одна снимает. И вот. Вот мы начали общаться. И подумали, а давай-ка мы снимем, типа, чай питья. Каждый будет сидеть с тортиком. И мы задали друг другу 10 вопросов. Давайте начнем. Я не люблю, когда вот блогеры слишком много говорят перед какой-то основной задачей, да. Первый вопрос. Когда заработаешь свою первую тысячу долларов? На что потратишь? Ну, я думаю, что... Обалденное. Я думаю, что Марта и Тимур имели в виду первую тысячу долларов в Ютубе, да. Потому что, ну, в обычной жизни, конечно, я эти тысячи долларов заработал. Это не миллион. Но если говорить про Ютуб, то я, наверное, бы, получив первую выплату, такую крупную тысячу долларов, да. Я бы половину потратил на себя, скажем, там, одежда, ресторан, там, что-нибудь такое, повеселиться, да, кого-то угостить и так далее. А 500 долларов я бы отложил на какую-то серьезную покупку, типа, камеры или чтобы звук улучшить. Вот, знаете, типа, для улучшения качества своей съемки. Вот. Второй вопрос. Купил парфюм, о котором мечтал? Как называется? Ну, честно говоря, нет, я не купил. Кто не в курсе, где-то примерно недельки, две-три тому назад я снимал видео, где говорил, что у меня такая дилемма, покупать мне аромат, который стоит, который стоит примерно 100 долларов, там, 43 тысячи тенге он стоит, кто в тенге, там, да, думает. В общем, примерно около 100 долларов. Нет, я его не купил, потому что у меня сейчас немножко другой расход. Я хотел, в общем, у меня на чаше весов стояла ли покупка парфюма, либо куда-нибудь поехать. Вот я выбрал поехать, и вот ближе к концу месяца я еду отдыхать. Куда, как говорится, зачем вы все узнаете в видео в будущих? Загадывать я не люблю, но на вопросы ответить надо, поэтому говорю как есть. Крем, ребята, обалденный. Парфюм называется Christian Dior Home. Он такой, знаете, люксовый парфюм, как я понял, очень стойкий, очень такой классный. У меня был пробник, у меня этого аромата не было. Я вообще никогда не покупал ароматы дороже, там, 30-40 долларов, наверное. Даже еще дешевле, да. Поэтому, наверное, у меня такая была дерьма, покупать или нет. Если бы, наверное, я покупал бы, то, конечно, я бы уже, привыкши к этому, я бы сразу купил без лишних разговоров, да. Так, третий вопрос. Когда собираешься жениться? Ну, такой вопрос, который часто мне задают, да, и родственники. Там, мне знакомые. Насчет, когда собираешься жениться? Ну, мне 29 лет, поэтому многие подумают, почему я не женат, например, да, уже в возраст, так скажем, да. Ну, знаете, честно говоря, я думаю, что... Ну, по большому счету, жениться никогда не поздно. Если ты готов, да, если ты самостоятельный, если у тебя есть желание жениться, то ты можешь... Ну, жениться несложно, честно говоря, да, давайте откровенно уж. Потому что и много девушек хотят выйти замуж, и много парней хотят жениться. Но для меня это такой ответственный шаг, что я хочу, чтобы моя супруга, будущее, была защищена. Да, то есть и финансовая, и чтобы было отдельное жилье, например, да, и, в общем, чтобы она чувствовала себя за моей спиной, как за каменной стеной, да. Не так, что я без денег, она без денег, да, и мы такие, как бещаря, да. Нет, вот охота обеспечивать полностью жену, понимаете, да, о чем я говорю. То есть охота взять ответственность за ее судьбу, за ее жизнь, да, грубо говоря. И это все адекватно сделать. То есть я, например, сейчас могу, конечно, завести семью, но я хочу как бы большего добиться, чтобы, соответственно, ей было спокойнее, скажем так. Да, потому что я не понимаю, вот честно я не понимаю, семья, где, возможно, вы сейчас в меня будете кидать тухлые помидоры, где муж не работает, жена не работает, а у них пятеро детей. Типа, камон, а на что их растить? Они что, пранкоеды, только праноеды, как солнцем питаются, что ли? Для меня это непонятно. Сколько тебе лет и когда день рождения? Мне, опять-таки, повторю, 29 лет. День рождения 28 апреля. Кстати, уже скоро. Веришь в гороскопы? Кто по гороскопу задает? Следующий вопрос, да, Марта и Тимур. Веришь в гороскопы? Ну, вообще верю, честно говоря, в общие характеристики, такие, знаете, позитивные и негативные стороны. Вот бывает же у каждого знака зодиака, я в это верю. Я по знаку зодиака сам телец. По знаку зодиака телец, да. Ну да, верю, в общем, потому что я читал про себя характеристики, в принципе, многое сходится. Что я упрямый, что я люблю деньги, что я люблю вкусно поесть. Но это, в принципе, наверное, ко всем знаком это подходит, да? Вот такой, знаете, следующий вопрос такой философский. Сколько раз в жизни ты по-настоящему любил? Вот такой интересный вопрос, интересный. Ну, начнем с того, что вот, честно говоря, честно говоря, я думаю, что... Очень сложная задача, нужно есть и при этом еще что-то умное говорить, понимаете? Сколько раз в жизни ты по-настоящему любил? Вообще, я считаю, что вообще слово, понятие любовь, да, мне кажется, оно сейчас во всех фильмах, во всей музыке, да. Грустная любовь, неразделенная любовь, там, да. Есть даже артисты, которые специально страдают из-за любви, ну и так далее. Вообще, мне кажется, встретить свою любовь вот в жизни, да, это такая редкость, это такая удача, удача. Основная масса, по моему мнению, что они не встречают свою любовь в жизни, они выходят замуж или женятся по симпатии, то есть, они там, им нравится девушка, на первую очередь, на ней женятся, да. И потом уже это все переходит в привычку. Не зря же говорят, там, любовь живет три года, да. Если говорить про меня, например, ну, если отвечать на вопрос, то я никогда не любил, получается, если откровенно. Ну, конечно, были симпатии, там, и так далее, все это было. Но вот такой любви, о которой, возможно, я понимаю, о чем говорит Марта, такой не было. И вообще, вы знаете, мне кажется, если мы говорили только что про женитьбу, что женитьба, она сама по себе подразумевает, что, типа, ты влюбился, да, вот, девушка влюбился, и, значит, вот у вас семья, все дела. Мне кажется, что в семье, главное ведь не любовь, мне кажется, в семье это уважение, это даже страсть она проходит, страсть проходит. Мне кажется, в семье главное уважение, когда ты заботишься о своей будущей жене, там, или о жене, да, уже в семье, или о муже, например, да, когда ты стараешься, чтобы человеку было хорошо и комфортно вместе с тобой жить. Вот это, по-моему, любовь. То есть, там, не знаю, образно говоря, накрыть жену пледом, когда она спит, вот это любовь. Приготовить ей, там, завтрак, это любовь. Что еще там, приготовить ужин, когда она пришла с работы, или она просто не в каком-то плохом настроении, это любовь. Вот для меня это любовь, когда ты заботишься, и когда ты можешь создать некие условия, чтобы человеку было комфортно жить, да? Так, что-то много наговорю, наверное, да, сегодня? Что бы... Вот, следующий вопрос вообще про меня вот. Ну, все вопросы про меня. Чего у меня с лицом, а? Красный какой-то. Мадья, что будешь делать, когда... Мадья, что будешь делать, если твой вес превысит за 100 килограмм? Это очень больной вопрос. Это вопрос, который я задаю себе каждый день. Вот с такими макбанами, как 100 килограмм не будешь? Конечно, будешь, даже 120 будешь. В общем, я позавчера взвешивался. Я вешал 95 килограмм. Это много. Но, утешая себя, утешая себя, могу сказать, что я весил 96 килограмм в прошлом месяце. Но я постараюсь до 100 килограмм не доводить, потому что 100 килограмм для меня это уже, знаете, это такая точка невозврата, что это плохо, это очень плохо, когда человек весит, хотя я сам по себе высокий, но 100 килограмм это прям too much. Поэтому, отвечая на этот вопрос Марты и Тимура, буду себя держать, буду голодать, но до 100 килограмм не доведу. Честное слово. А что мы это не пробуем-то, кекс? Свежайшее. В этом, кстати, супермаркете вся выпечка свежайшая, очень вкусная. Так, ну что, продолжим. Сколько детей хочешь? Сколько детей? Ну, опять-таки, повторю, что... Кайф. В идеале, вообще, я бы хотел двоих детей. Мальчики-девочка, да? Не очень оригинально, но тем не менее. Потому что, опять-таки, детям хочется дать всё самое лучшее. В этом плане, я считаю, что вообще мы родители, да? Почему я говорю мы родители? Ну, что мы когда хотим, когда мы хотим иметь детей, мы некие такие эгоисты. То есть, дети же нас не просят их рожать, да? Они не просят нас рожать. Поэтому, если ты всё-таки решаешь дать ребёнку жизнь, да? Ты должен понимать, что это твоё желание. Ребёнок в твоём желании ни при чём. И ты не можешь ему на будущее там говорить, вот я тебя родила, я родил, да? Ты мне, типа, должен, да? Ребёнок скажет, да, я же не просил меня рожать. Поэтому, к чему я веду, да? К тому, что, когда ты хочешь, чтобы у тебя было там много детей, я считаю, нужно понимать, что ребёнку надо дать самое лучшее. Это касается и питания, и образования, и одежды, и, возможно, даже путешествия. Да почему нет? Поэтому, вот, моя логика такая, что один ребёнок, он, конечно, мне кажется, будет эгоистом, если вот реально ему всё давать, давать он будет эгоистом. Если двое, то это как-то более так, лучше, мне кажется. Такой заварил, блин. Крепкий. Следующий вопрос, последний, да? Если бы была возможность исполнить мечту прямо завтра, что бы ты сделал в первую очередь? Вот если бы мне сказали бы, что завтра ты можешь исполнить свою любую мечту, прямо любую, да? Я бы, наверное, посетил какую-либо страну, но с мамой, потому что, ну вот, что видели наши родители, да, вот, честно говоря, вот, я не знаю, как у вас, что видели наши родители? Они всю жизнь работали. Ну вот, вся жизнь это борьба за выживание, можно так сказать, да? Папы, к сожалению, нет уже в живых, да, он в прошлом году умер, в позапрошлом, вернее, году. Ну вот, я бы хотел маме показать какую-либо страну, какую она хочет. Возможно, Париж, возможно, она захочет там, в Москву, так как она советский человек, да, возможно, это будет Турция, да? То есть вот в какую страну захотела бы, я бы туда её повёз, и вот, например, я думаю, так и будет. Но если вопрос заключался в том, что бы ты завтра сделал, я бы так сделал, я бы показал своей маме, какой она хочет. Но мама, по-моему, хочет в Париж, она хотела Париж увидеть, да? Вот. Поэтому, конечно, путешествия – это круто. Вы знаете, после путешествий, после какой-то поездки, ты возвращаешься чуточку другим человеком. Ты даже, когда слетаешь, например, в соседний город, да, в мегаполис, там, где много людей, да, это уже будешь не ты, это будет немножечко другой человек. А если ты полетел в какую-то страну, в какую-то страну, капитальная перезагрузка, как мне кажется. Ой, торт обалденный, ребят. Кто в Семске, возьмите, это я в апреле купил. Прямо с шри пальчиками. Я обожаю просто смотреть Марту и Тимура. Какое видео смотрел я на днях? Самсу смотрел, Самсу. Потом Ораму. А я все видео смотрел, Самсу, Ораму. Что-то они еще ели. Они так аппетитно едят, знаете, еще так салатом. Много овощей, много салатов. Очень вкусно едят. И, кстати, я заметил, что Тимур, вот супруг Марты, да, он так лаконично и спокойно влился в эту, скажем, блогерскую жизнь, да, потому что как будто бы Тимур всю жизнь перед камерой сидел, и там, не знаю, новости вел или блогером был. Так гармонично он влился прямо в эту тусовку, скажем так. Я имею в виду в эти съемки, вернее. Очень классно смотрится. Ну, про Марту вы и сами классно знаете, что она очень классный блогер, классный человек. Вот так вот. Вот такие дела, ребят. Ну, постарался на вопросы ответить. Немножечко я сегодня не собран, потому что весь день этими с трубами занимался. Там полы мыл, то-се. Короче, в общем, в голове каша-малаша. Ну, постарался ответить честно на ваши вопросы. Вот так. Ну, все, еще увидимся. Пока-пока, ребят. Спасибо. Кстати, кто подписчики, кто пришли от Марты, вам огромное спасибо. Если вы останетесь, если даже не останетесь, спасибо, что заглянули на мой канал.